Привет, друзья! Сегодня я получил посылку от компании Neumann и спешу поделиться с вами этой радостью. Давайте-ка ее откроем, посмотрим, что там внутри. Какая-то коробка с наушниками. А где же деньги, акции? Больше ничего. Ну, ладно. Да, дорогие мои, это Германия, это Дрезден. За мной дворцовая площадь Королевства Виттинов. Там терраса Брюля. Здесь Зэмпер-Опера из галереи старых мастеров, там где выставлена Сикстинская, Мадонна, Рафаэля, Санти. А вот это наушники Neumann NDH-30. Вы же не будете возражать, если я буду называть эту модель NDH-30. Я знаю, что ее нужно называть NDH-30. Но это же немецкая модель, а не английская, поэтому все-таки NDH-30. Но мне удобнее NDH-30, если вы не возражаете, я так и оставлю. Ну, как BMW, например. Вы не говорите BMW, вы говорите BMW, потому что это немецкая машина. А это немецкие наушники. И оба топы в своей категории. Как и много чего другого, сделанного в Германии. Спасибо, кстати, Германии за эти продукты и другие, и за то, что она для нас делает. Итак, об этих наушниках. Их мне дала компания Neumann, для того, чтобы я рассказал о них, о их истории создания немножко, о их параметрах, о их звучании и назначении. Давайте начнем. Открою и посмотрю, что там. Кстати, очень удобно открывается. Здесь не знаю, видно вам или нет. Как раз. Снимаю эту пленочку. И получаю в руках изделие. Мусори тут нельзя. В Германии. Вот такая коробка. Вау! Вообще, за свою столетнюю историю компания Neumann лишь однажды, несколько лет назад, выпустила наушники. Это была модель NDH-20. Она была закрытого типа, предназначенная, например, для Тон-Ателье. И студийный Люд ее оценил по достоинству. Не только студийный Люд, потому что исполнители, некоторые модные исполнители, с собой приносят контроль. То есть наушники для записи своей деятельности. Ну и они наверняка по достоинству оценили, потому что рейтинг эта модель получила довольно высокий. И вот спустя три года, недавно, Neumann выпустили, вошли в нишу, так сказать, открытых наушников. Вот они перед вами. Детально я вам их покажу, но вот так вот это выглядит, упаковка с этими наушниками. Все остальное тоже покажу впоследствии. А пока давайте бегло пройдемся по позитивным сторонам, по знаменательным сторонам этой модели. Чем же, чем же славна эта модель? Это потрясающая линейность и переходные характеристики. Как и мониторы Neumann, эта модель наушников разработана для миксинга и мастеринга. Это высокое пространственное разрешение. Звучание этой модели является эталонным. Это совместимость их звучания с передачей мониторов к эйдж-линии от Neumann. Звучание отличается повышенной стабильностью за счет ничтожных допусков, принятых при производстве. Это длительное комфортное использование этой модели. Все экземпляры NDH-30 звучат одинаково. Это внутренняя балансная разводка кабеля, да и внешняя текстильная оплетка кабеля производит впечатление. У них линейный прозрачный голос. Складной дизайн для удобства транспортировки. Чрезвычайно удобно носить. У них повышенная градация глубины, высокое разрешение, рефресное качество при любом способе использования в любом жанре, нейтральность передачи музыкального контента, очень хорошо сбалансированные высокие частоты, стабильный звук для пользователей утилиты AMA1 от Neumann. Ну а теперь, ничтоже сумняшися, рассмотрим комплектацию этой модели наушников. Открываю заветную коробочку. И что же мы там видим? Конечно, сами уши. Могу отметить на ощупь резиновую, такое, оформление обода с мягкими подушечками, которые, очевидно, должны комфортно прилегать к голове и не скользить. В любом случае, стальной обод, собственно, и алюминиевая часть чашек. Это было отмечено в описании телефонов. И, конечно, бархатные обешуры, которые доступны, кстати, сменные в аксессуарах, но об этом мы еще поговорим. Складной дизайн подразумевает, очевидно, поворотное положение этих чашечек, которые можно более компактно уложить в случае переноски, транспортировки. Хорошо, дальше поехали. Тут нет ничего, а здесь, очевидно, охранятся основные сокровища этого комплекта. То есть кабель и что-то еще. Давайте рассмотрим. Кабель и что-то еще. Интрига. Что же Нойманы положили в этот комплект? Собственно, чехол. Ну, ладно. И инструкция, как пользоваться, как сворачивать, как сгибать. Учитывая, что эти наушники призваны заменить студийный контроль, стационарный контроль, и их можно использовать в выездных сессиях, условиях, то, пожалуй, вся эта складчатость и мешочечкость, видимо, имеет смысл, конечно. И кабель. Кабель, кабель, текстильная оплетка, как и обещано. Разъем под наушник имеет балансную разводку. Ответный разъем имеет обычный стерео формат и переходник, соответственно, на 6-миллиметровый джек. Вот такой вот кабель. Параметры этого всего мы с вами сейчас рассмотрим. Кстати, эта модель лауреат 38-й ежегодной выставки NAMTE COWARTS, поэтому прошу взвешенно генерировать критические комментарии, если они у вас появятся. NDH-30 это наушники открытого типа. А это значит, что их 38-миллиметровые динамики работают как акустические диполи, то есть динамики излучают в обе стороны и не передимфированы, как в закрытых чашках. Это позволяет оптимизировать их звуковые характеристики. У них чрезвычайно быстрая переходная характеристика. Сухие басы, неокрашенные средние частоты и прозрачные высокие. Другими словами, NDH-30 не имеет звуковой окраски, а воспроизводит сигнал один в один. Эта модель обязана своей превосходной линейностью, среди прочего, и частотно-селективным, то есть избирательным поглотителем, которые устраняют чрезмерное выделение высоких частот, которые приводят к неправильным решениям при микшировании во многих других моделях. Например, NDH-30 точно покажет, звучит ли голос приглушен или нуждается в DS-соре. Пространственное разрешение впечатляет. NDH-30 обеспечивает четкую локализацию в стереопанораме и делает глубину микса очевидной. Чтобы свести к минимуму перекрестные помехи в каналах, NDH-30 поставляется высококачественным кабелем с тканевой оболочкой, который имеет внутреннюю балансировку. Это просто магия идеального кабеля. Обычные студийные наушники подключаются через небалансные кабели. Они используют одну землю для обоих каналов. Это создает перекрестные помехи. В этой же модели каждый канал имеет свою землю. Вплоть до выходного разъема организован балансный тракт, максимально защищенный от помех и потерь. Это отлично подходит для студийной инфраструктуры, поднимая пространство на разрешение на новый уровень. В результате получается четкая локализация в стереоизображении. Кстати, этот красивый кабель, который идет в комплекте, длиной 3 метра, а разъем в наушник, в правой, вставляется с проворотом, что было для меня непривычно, и необходимо это учитывать, когда вы возьмете наушники в руки в первый раз. NDH-30 выводит принцип динамического излучателя в новую лигу, ранее предназначенную для планарных магнитных систем. Вы должны это услышать, чтобы поверить. Ну что ж, давайте пройдемся по параметрам, заявленным производителями на эти наушники. Я не знаю, кому какой параметр окажется наиболее интересным, но, конечно, впечатляет рабочий диапазон частот, я полагаю, с приличным, небольшим допуском, неравномерностью. Также открытый вид оформления, это мы уже знаем. 38 миллиметров размер, диаметр излучателя с неодневым магнитом, 120 Ом. Кстати, проверим, 104 дБ, обещается чувствительность. Максимальная входная мощность расценивается как 1 Вт, а продолжительная как 200 милливатт. Коэффициент искажений на ваше рассуждение. Не знаю, какие из этих параметров покажутся вам наиболее привлекательными. Итак, размеры перед вами. Вес 0,9-0,97 килограмма. И занимаемый объем вот этот. Из аксессуаров доступны кабели разного рода и Airpods накладки. Эти для 20-й модели, эти для 30-й кабели подходят, видимо, к обеим моделям. Вот переходник, такие дела. А теперь я хочу проверить импеданс наушников, получить кривую импеданса, чтобы понять, как встроена эта резонансная камера. Это наушники, напомню, открытого типа, поэтому их резонанс будет серьезно отличаться от такой же конструкции, только закрытого типа. Он будет менее выражен резонансом, имею в виду. Поэтому я подключил это все к своей измерительной схеме и предложу вам сейчас измерение импеданса. Вы слышите характерный звук, и вот мы видим кривую импеданса. Назовем ее NDH30. Также мне интересно, как изменится кривая импеданса, если надеть эти наушники на голову. Это изменит соотношение сопротивления воздуху снаружи и изнутри, и кривая может измениться. Кстати, для слова, к слову вернее скажу, что сидят они на голове очень уверенно, плотно. То есть, ну, конечно, это не для бега спортивного наушники, но, тем не менее, хорошо облегают, хорошо зафиксированы. Надеюсь, не утомляют. Я еще поиспользую их и смогу высказать свое мнение в комментариях, допустим, на этот счет. Но бархатные накладки, мягенький амбишур, даже мягенькая подушечка, которая на голове касается головы, все это должно создавать довольно комфортное условие носки, использование, что, собственно, и отмечено в свойствах этих наушников. Итак, давайте посмотрим, как изменится кривая импеданса с надетыми наушниками на голову. Вау, как в ухе. Сгиснуло. Вот как изменилась кривая импеданса. Назовем это, допустим, onHead. И сложим эти две кривые с тем, чтобы понять, есть ли какие-то изменения. Ну, если и есть, скажем, они небольшие. Совсем небольшие, однако, тем не менее, есть, между прочим, то есть можно заметить, отметить какой-то процент, который изменяется вот именно на низких частотах с сопротивлением воздуха при нагрузке, назовем это так, на динамике наушников, нагружены на, скажем, свою обычную нагрузку. То есть вот это и есть рабочее положение. Вот на Танечке, например, если я измерю это все то, это и будет верная кривая импеданса. Ну что ж, довольно неплохо. Осталось послушать, как они заключат.